Hi and welcome back to my channel, меня зовут Кирилл, и в сегодняшнем видео мы поговорим про местоимение they, когда оно используется для единственного числа. As a singular pronoun, they has been in use since 1300s. То есть, как видите, давно, и это не новое какое-то, не новое введение. Шекспир, Чосер, Чейн Аустин, это вот to name a few, кто активно использовали they как singular pronoun. То есть, когда вы используете they как singular pronoun, соблюдаются все правила, то есть they работает с множественным числом, но вот только смысл, не множественный, а какого-то одного человека. То есть, раньше говорили he or she, и на письме до сих пор некоторые продолжают писать he or she, но это является устаревшей формой, аутфэшн или архаизмом. Merriam Webster, Dictionary.com, многие словари, слово they ввели в свой, так сказать, список, и много статей, посвященных именно на тему того, как использовать singular they в своей речи, как это делать правильно, и что не нужно закатывать глаза и говорить, что о май гад, что такое, куда мы катимся. You. Характерный пример. Никто сейчас не падает в обморок при виде you на бумаге или когда слышат, а you это на минуточку, это множественное число, но вот оно также в конце 1300 стало использоваться как и множественное число. Ask each of the students what they want for lunch. Смотрите, здесь у нас есть студенты. Нам не важно, какой у них пол, мэ, жо и так далее, вы здесь обращаетесь к людям, они прежде всего люди, поэтому спросите у них, что они там хотят. Each student. Каждого студента в отдельности. What they want. Давным-давно бы написали he or she wants. Сейчас, напоминаю, это архаизм. Такой пример. This is my friend Jay. I met him at work. This is my friend Jay. I met him at work. Здесь пример использования non-binary, singular they. То есть мы все современные люди, мы живем не в пещере Ласка, мы знаем, что кроме мэ и жо существует громадное количество pronouns. То есть это уже получается более современное использование they в качестве единственного числа, но оно повторяет все правила для they, которые еще со времен Шекспира использовали. The person who answered the phone said they didn't know where she was. The person who answered the phone said they didn't know where she was. Смотрите. У нас есть некоторый человек, персона, да, который ответил, взял трубку, ответил, сказал, я не знаю, где она, отстаньте от меня. То есть нам не важно здесь мэ, жо, опять же, нам важно, что это человек и что он сказал, что он не знает, где, местонахождение до третьего лица. They. Опять же, сказали бы раньше he or she. Из этих примеров у вас должна сложиться какая-то своя картина уже более или менее, что they используется, когда вы хотите сказать про человека, вы не знаете его пол, например, приходит какой-то директор или врач. Мы не знаем, это он, она, мы просто знаем, что человек, вот тогда вы будете использовать they. Либо это ваш personal choice, потому что вы не хотите называть, потому что это выдаст какой-то секрет или тайну, если все догадаются, если вы скажете, что это женщина, например, или мужчина. Вот. Либо же, так как мы живем в современном мире, люди, которые не подчиняются бинарной системе, которым эта система не подходит, они берут pronoun they, и вы используете это местоимение именно так, как они вам говорят. Есть другое местоимение, слово themselves, оно также используется для единственного человека, как вы уже поняли, потому что буква f, и тоже оно используется с fourteen hundreds, кстати. И несмотря на то, что оно и в современном английском языке используется очень редко, из современных изданий Washington Post или New York Times используют эти слова, а так, собственно, вы редко услышите в речи, вы используете это в двух случаях. Когда перед вами человек that identifies as non-binary, or вы пишете просто про человека, который нам неизвестно, какого он пола. Также его используют редко, но просто знайте, если вы где-то встретите, что это не какая-то ошибка или опечатка, то есть если, опять же, встретите это где-то на письме, хотя вот это личное слово очень редко встречается. Но оно есть и в словарях, и Merriam-Webster, и Oxford, и Cambridge, это слово тоже есть, то есть это не выдумка, и на письме, в академическом английском языке даже оно тоже присутствует. Я желаю всем отличных выходных. Вы меня можете найти в инстаграме, у кого он есть. Кириллс, underscore, English. Я работаю с другими, кто в Хауаи, и они имеют обоих типов, там. Потому что я имею в виду, что мне, что один раз они просто смотрят на пинтерс, и решили точно как это сделать. Я имею в виду, что у вас есть место в Ванкувере, они ухранят в доме, и они... Вы знаете, что, если кто-то с кукулсит о проблем, они говорят, я имею в виду, и они имеют это проблем. И вы понимаете, что они говорят о себе. Скажите вашему, что они хотят для вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!